Так, наш сценарий. Вы вроде как сами всё прошли уже, ну давайте ещё разочек. Время у нас ещё есть. Так, смотрите, здесь вот это вот, потом вот сюда, здесь вы берёте, и вот это вот. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Вы наш главный герой? Да, я ваш главный герой. А что ж, что вы опаздываете? Просто у вас там ступеньки. Ну, у нас вообще-то подвальное помещение. Вы знаете, 40 лет спускаться тоже нелегко. Да? А вы в курсе, что у нас ролик с физической нагрузкой? Вы читали сценарий? Да, читал сценарий, я справлюсь. Ничего страшного. Вы раньше в рекламе снимались? Да, я снимался в рекламе средства от геморроя. Ой, я-то думаю, откуда мне ваше лицо знакомо? Да нет, там моё лицо не показывали. Просто моё лицо, оно очень похоже на... Понятно. Кстати, знакомьтесь, это ваша партнёрша по рекламе, Яночка. Здрасте, Яна, лицо шампуня. Евгений, лицо геморроя. Ну, я рад, что вы познакомились. Итак, давайте веду вас в курс дел. Так, давайте. Мы здесь снимаем рекламу средства для мужской силы. Ох, постели. Да. Вы наш главный герой, мужчина за 40. Вы, значит, занимаетесь на тренажёре. Говорите свою фразу. После 40 легко оставаться активным. Прекрасно. Потом Яночка говорит свою фразу. Теперь у него хватает сил и на тренажёры, и на меня. Прекрасно. Вы встаёте. Эээ, простите, я один? Или он тоже? Кто он? Ну, он. А, его мы вообще не показываем. Это хорошо, а то его не особо-то и видно. Так вот. Так, так, так. Вы встаёте. Я. Бодренькой походочкой бежите к кровати. Вот такой, да? А ну, покажите. Ничего себе. Нормально, да? Вы прям спортсмен в прошлом? Шахматы, шахматы, да. Запрыгивайте к ней и говорите вашу финальную фразу. Ну что, может, ещё разок? Прекрасно. И как бы занимайтесь сексом. Всё понятно? А, скажите, пожалуйста, а можно сначала сексом заниматься, пока я свеженький? А то после тренажёра я, боюсь, могу уснуть. К сожалению, сценарий уже утверждён заказчиком, и мы ничего не можем в нём менять. А сексом мне надо будет с ней заниматься или дублёр какой-то будет? Вы как бы занимаетесь сексом. Имитируете. Чё, чё это имитирую? Мне всего 40 лет, я могу и по-настоящему. Пусть вон она имитирует. Что имитирует? Я потом вам объясню, Яночка, да? Важный момент. Вы идёте после фразы на меня. А, я иду на вас. Нет, вы идёте на неё, но после фразы на меня. Я совсем запутался. То есть я иду на неё, а сексом занимаюсь с вами? Да нет. А, с тренажёром. Да с каким тренажёром? Вы идёте на неё. Скажите фразу, пожалуйста, Яночка. Теперь у него хватает сил и на тренажёры, и на меня. У меня, поняли? А, да-да-да, вы поняли. Вот она сказала, и вы пошли после этого. Да, да, я пошёл. Прекрасно. Вопрос ещё есть? Ну, нет. Да, у меня вопрос. Что имитирует? Наш секс. Так стоп, никакого секса не будет. Вам просто нужно немножко постанать под одеялком, и всё. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Поняли? Как бы, как бы. За место, пожалуйста, приготовились, настроились. Занимайте, пожалуйста, ваше рабочее место. Вам помочь? Да нет, не надо. У меня дома такой же. А, прекрасно. На балконе. Запакованный. Может, наоборот? Вы думаете? Попробуйте, просто попробуйте. Мне кажется, неудобно будет. Давайте попробуем. А, да, точно, тут вот ручки держатся, да. Да, все кажется просто. Итак, приготовились. Камера, свет, все готовы? Начали. После сорока легко оставаться активным. Так, стоп. Сняли? Нет, вы рано пошли. Помните, вы должны идти после фразы на меня у Яны. А, Яночка, простите, мой косяк. Сейчас быстренько все исправим. Давайте еще разочек быстренько. Приготовились. Начали. После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. Стоп, что смешного? Простите, просто смешное такое название. Видимо, производитель один и тот же. Тут шалун-балун, а у нас был герой-геморрой. Мы герой-геморрой? За вас. Очень смешно. Простите, все, Яна. Все, успокоились? Сейчас исправлюсь, да. Так, собрались. Да, приготовились. Начали. После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства балун-шалун. Стоп. Сняли, да? Подождите вы. Яночка, не балун-шалун, а шалун-балун. Это важно. Ой, я прошу прощения, это просто моя первая реклама со словами. Обычно я до этого играла диарею или ногу после бритья. Пожалуйста, соберитесь. Шалун-балун, помните? Так, приготовились. Начали. После сорока? Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-шампунь. Стоп. Яна, какой шампунь? Ой, простите, я просто сегодня еще реклама шампуня. Мы здесь снимаем не шампунь. Приготовились, еще разочек. Собрались, начали. После сорока? Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун, а как там дальше? Блин, балун! Яна, ну сложно запомнить, шалун-балун. Яночка, шалун-балун вспомнили? Да, да, да. Собрались, настроились, начали. После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. Ой, я правильно сказала! Яночка, не добавляйте текст. Соберитесь, Яночка. Поберегите силы для ролика. Да, да, да. Собрались, настроились, с улыбочкой, бодренько. Начали. После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. Стоп! Вы не могли бы потише дышать? У меня, похоже, астма развилась. Простите, а это половым путем не передается? Едите сейчас по башке там половым путем. Добрее чуть-чуть, добрее все-таки, ваша партнерша. Успокойтесь, настроитесь. Собрались, приготовились. Начали! После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Что с вами? У меня, походу, ноги отнялись. Вы сможете ходить? Вряд ли. А может, я к ней как-нибудь подползу сексуально? Ну, нам это не подходит. По сценарию вы должны подбежать и запрыгнуть. Я попробую. Давайте, давайте. Вы точно справитесь? Конечно. Я же этот, как его, профессионал. Лучше бы этот рекламировал. Так, построились. Держим улыбочку. С выражением. Красивенько. Начали. После 40-ка. Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь... Ты можешь быстрее. Яночка, чуть-чуть быстрее. Хорошо? Особенно после его фразы. После 40-ка. Хочется сдохнуть. Что, простите? Простите. Вырвалось. Вы знаете, мне нужно чуть-чуть передохнуть. Передохнуть? Конечно, конечно. Пять минут вам хватит? Лучше неделька. А еще лучше две. Мне в Моршин надо съездить. Водички попить. Да какую недельку? У нас график. Давайте быстренько это снимем и разойдемся по домам. Это вы по домам. Я в кардиологию. Ой, скажите, а можем мы тренажер поближе к кровати поставить? Я педальки покручу и к ней упаду туда. Нет, так нельзя. Итак, собрались. Отдохнули? Тогда начали. Ничего, у вас получится. Собрались, настроились. Начали. После 40-ка? Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на тренажеры. Тебе сейчас тренажер побудет. Яночка, давайте еще раз соберитесь с вашей фразой. Приготовились, начали. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Иди в жопу. Да что такое? Я правильно сказала! О, господи. Да не надо так с ней, хорошо? Да я сорвался, простите. Ничего, ничего. Слушайте, а может быть... Может быть, она педальки покрутит, а я там полежу. Чуть-чуть. Так нельзя, это средство для мужской силы. Понимаете? Тогда, может, вы ее жахнете. Я разрешаю. Там под одеялом все равно ничего не видно. Так тоже нельзя. О, а пусть она... А пусть она ко мне сюда подойдет. И я ее возле тренажера прям... Ну и как вы себе представляете заниматься этим на тренажере? Ну я же как-то уже полчаса с ним трахаюсь. А, ну конечно, вам тяжело. Вот тут кто-то выставил максимальную нагрузку. И еще и под горку. А есть режим с горки? Или трос? Или лебедочка? Я не знаю, как оно работает. Это техники наклацали, наверное. Ну, давайте как есть. Потерпите немного, я с вами всей душой. Давайте, соберитесь еще разочек. Приготовились. Начали! В мусоре сорока. Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Что вы делаете? Подожди, второе дыхание открылось. Сейчас еще пару километров проеду, и как ее... Да какое второе дыхание? Вставайте, идите к ней. Бодрой походочкой. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Что вы делаете? Вы должны идти бодрой походочкой. Скажи спасибо, что я вообще иду. Хотя бы улыбайтесь. Прекрасно. Нормально вот так. Очень красиво. Подходите к кровати и прыгайте к ней. Прыгайте. Запрыгивайте. Ну что, милая? Стоп! Что вы делаете? Мне нужно полежать пять минут. Пожалуйста. Каких пять минуточек? У нас график, у нас переработки. Да, да, да. Идите на свое место. Я иду. Значит, на подушку взяли. Мне кажется, я себе опять геморрой накрутил. Чуть-чуть. Ладно, садитесь, потом вырежем вашу подушку. Чуть-чуть. Собрались. Расстроились. Весело, задорно. Начали! После сорока. Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Вставайте, идите. Куда вы идете? Домой. А как же секс? Да я что-то уже натрахался. Нет, ну подождите, мы что, все сняли? Нет, мы еще не сняли, но без него этот ролик не имеет смысла. Капец. Соглаши там ступеньки. Спасибо. Евгений, вы же сказали, что вы профессионал. Да, да, да. Вы можете один раз, один раз профессионально сделать, как надо. Ногу помогите. Давайте. Спасибо. Один раз, как надо, сделали профессионально. Да, я смогу. Акзубов. Я же этот. Кто? Герой. 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 Герой геморрой. Заткнись. Герой. Волю в кулак, все в кулак, весь геморрой в кулак. И погнали. Начали. После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства в шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Ну что, давай еще разок. Хе-хей. У-ху. Я сейчас. Раз. Раз. Браво. Снято. Это гениально. Это гени... Я говорю, стоп. Я говорю, снято. Я говорю, вы что, приняли рекламные таблетки? Целых пять штук. Вы идиот. Тут просто на коробке шалун-балун написано. А в коробке слабительная. О, боже, снимите его с меня срочно. Давай еще разок. Женечка, ну что, может быть, приступим, а? Вика, ты нормальная? Как ты себе это представляешь? Ну, как обычно. Но не так, как обычно. Ну, у меня не получится, чисто изиологически. Ну, давай просто начнем, а там, может, и получится. А я не могу начать. Мне нечем начинать. Тогда представь, что здесь никого нет. Как я могу представить, что здесь никого нет, если я знаю, что она здесь? Да. Мама тут. Ну, давайте начинайте, а то 10 минут ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это что, у вас так всегда? Нет, мамочка, обычно у нас не так. А я думаю, что так. Пять років я жду внуків, пять років. Я не могу, мне нечем. Может, тебе там действительно нечем? Что вы делаете? Я просто знаю, что у меня с вами не получится. Ты что сказився? У меня с тобою не должно получиться. У тебя должно получиться с Викою. Я имел в виду «при вас». Я вас прошу, выйдите, а? А, нет. Что, вы взяли контрацептивы? Я должна проконтролировать весь цикл производства. Показывай, что ты там не можешь запустить. Показывай. Мама! Не бойся, не будем мы пользоваться этими контрацептивами. Не верю. А слушай, ну кто это делает при родителях? Лучше уже при родителях сделать, чем-денебудь по подворотням. Эта фраза не отсюда. Эту фразу ты говорила, когда первый раз Жене шампанское наливало. Правильно. Налила, и он на тебе женился. Потому что он такой розумный, когда пьяный. Эх, сейчас бы налила, да нельзя. На внуках может отразиться. Конечно, мне иногда кажется, что твоего Женю тоже на пьяную голову делали. Что? Ой-ой-ой, не заводись. Хотя нет, заводись, заводись. Только в другую сторону. Я так не заведусь. Заведешься, я тебе поможу. Что? Интересно, чего вы взяли, чтобы вы мне сможете помочь в этом деле? То Максу же я помогла. Максу? Макс это наша собака. Ну и шо? Вин тоже скулив, забывался під диван, боявся запрыгнуть. А глянь, які щеночки получились, ага. А у меня не получатся. Да, Женя. С таким настроением, да. Тут нужна страсть. Огонь в глазах. Посмотри мне в глаза. Да, Вика, его надо менять. У него в глазах тоска, страх и ячмень. О, а вы еще не спите? Мать, а ну подойди. Ну шо, мать, трамвай в депо? Там машине еще спить. Я тебе позвону, не волнуйся, иди. Мама, ты что, и папу позвала? Конечно, папа тоже хочет внуков, ну, потому что своим оцим дрещом ни на рыбалку, ни в гараж. Зачем? Вы вдвоем приехали. А потому что чтобы все проконтролировать. Мои то результати на лицо, яка красавица, а ты даже резюме свое не можешь показать. Нормально у меня резюме. Угу. Только без опыта работы? На пособии висит. Мама, ну при чем здесь висит? Просто он при тебе не может. А звідки я знаю, че он при мне не может, че он вообще не может? От твого батька ничего не могло остановить. Неполний плацкарт людей, не то, что мы были незнайомы, и не то, что я спала как убита. Так, а я той зайшел взять, как его торшер. Мать, ну что, птичка в клетке? Та ни разу еще не цвиринкнула. Иди, я тебе говорила, я тебе поздравляю. Все, иди, ну не мешай. Мамулечка, пойми, мы тоже хотим детей, но пока не получается. Конечно, конечно, так опытный советчик уже приехав, он здесь. Боже, ну это неправильно. Может, ты расскажешь, как правильно? Ну, во-первых, должна быть какая-то музыка, романтическая обстановка, ну и в спальне не должно быть посторонних людей. Я пырный театр музыкомедии. Это из каких это портов и теща посторонний человек. Женя, не зли меня, потому что мне отчество внука непринципиально. Ой, слушайте, мне бабы на работе рассказывали, что это дело очень хорошо получается с аромасвечами. Так вот, я заскочила в хозяйственный ось свечи, а ось аромат. Сейчас как подпалим, как пшикнем, вот это будет романтика. Такое впечатление, что сидишь в лесу под юг. И медведь тебе на ухо рычит. А между прочим, этот медведь, как ты позволил выразиться, думает за тебя день и ночью. Вот, натуральных продуктов тебе привезли, только ешь, зятек, орехи, зелень, укропчик, петрушка, сметанка, все домашнее. Ешь, размножайся. Меня от этого уже тошнит. А надо, чтобы ее тошнило. Вот, я не понимаю, что вы за люди. Вы что не могли сначала забеременеть, а потом свадьбу играть, как Янка, твоя подружка. Мама, Янка просто залетела в 11 классе и родила. Зато дитина уже школу заканчивает. И Янка станет бабушкой раньше, чем я. А я то ее хотим торшер поставить. Постав. Мать, ну что, ну мяч уже в воротах. А никто что никого не надув. Я не понимаю, вы что, реально хотите при этом присутствовать? Да, хочу присутствовать. Я должна проконтролировать. А меня смущает одно маленькое обстоятельство. Вы. за комплимент, конечно, спасибо. Но ты можешь закрыть глаза. А я буду слышать вас. А ты наушники надень. А я буду знать, что вы здесь. О, Жень, за первые две минуты, а потом тебе будет фиолетово. Есть я тут, нет меня не тут. Все, короче, извините, я спать, мне завтра рано вставать. Слушай, ты. Если зараз твой колесок не поднимется, то завтра ты у меня не поднимешься. Я не понимаю, вы что, хотите смотреть, как поднимается мой колесок? Скажу тебе честно, эстетического удовольствия никакого. Ну, так зачем вам это надо? А чтобы помочь, проконтролировать, дожать, сделать работу над ошибками, подниматься, в каком месте Сифонич. Где у нас в системе сбой? А я знаю, где у нас в системе сбой. Что ты там прячешь в этом одеяле? Что после холодного моря рапанчик сховался в раковине? А ну, напоказуй, быстро, давай сюда. Ты что, больной? Чего ты спишь в штанах? Это не штаны, это пижама. Люди, сходьтесь. Вика, вставай. На твоем месте должна лежать плюшевая ножка. Рано твоему мужу с девочками спать. Мам, что ты пристала к Женьке? А что ты ее защищаешь? Я не понял. Что ты ее защищаешь? А ты почему спишь? Я тоже в пижамке, ма. Все, заразил. Тебе вообще не стыдно? Мне стыдно? Мне стыдно, когда каждый вечер меня соседки около двора питают. А когда ваша Вика забеременеет? Что я должна им сказать? Чтобы наша маленькая спить в пижаме с этим своим плюшевым косолапым. Мам! Не мамкай, не мамкай, целуйтесь с языком, как люди нормальные. Клянусь Богом, запущу процесс и злиняю вообще. А может, вы сразу злиняете? Например, на кухню. Вы же так любите кушать по ночам. А ты наблюдательный смертник. Я подготовилась. Я знала, куда я иду. Очень вкусный бутерброд не дать тебе, не хочешь? Слушай, Женька, давай просто потянем время, а в три часа ночи она сама вырубится. Гали, моя идея. Дело в том, что, как я вырублюсь, то меня папа обещал заменить. А что, вся семья изрожденцы? Ой, ой, кто бы говорил, мы в пижамах не спиму. Так, а я то и шукал, как его, вот, пилочку для ногтей здесь тут была, загубил. Занесу потом тебе. Мать, ну что, ну в конце концов, собака в будке. Та ни разу ше не вильнула хвостом. Надежда Ивана в нам. О, тільки галка. Ну все понятно. Бобик сдох. Ну, господи. Подивіться, расстроили папу. Зараз расстроиться, піде в запой не вернем. Давайте, начинайте, Богом прошу, начинайте. Женька, слушай, ну давай хоть как-то, она не отцепится. Вика, ну что значит хоть как-то? Это индивидуальный творческий процес. Слухай, ты, Айвазовский, як ти зараз не нарисуєш і дві полоски, я тобі той карандаш іх зламаю. Тако, і все. Подожди, у мене є один дійсвіній способ, проверений, точний, щас у вас все получится. А? ретро, йолки-палки. Почув нашу пісню, та й прийшов. Не скази, сазорським, нам же ж треба внука, а не віки-братика, ти. Ну, слухай, ну тобі ще-то довго в житті. Ну, щас подожди запущу процес і прийду. Подивися, чекаю. Прийду, ну, іди, х squared be Я enіл, що ви з нас не feзд நіе. Я соглашусь з тільки в двох приклад σου. iked, в первых ви оденєте наушніки, щоб нас не зрγеться. Второе приклад portfolio ви спрячетесь, щоб нас не відбуваєте. Замётано. Ну що, Женька, приступим? Ну, давай, попробуем я не могу так все слушай а может быть она права может действительно мы не подходим друг другу века ну что ты говоришь такое почему тогда у нас с детками не получается века века давай давай попробуем прошло 9 секунд у тебя новый рекорд как у тебя получилось я сам не знаю она как уснула у меня все поехало как все покатилась а я и не спала я подумала так что если мой храп завел такого непробиваемого как твой папаша то цего дрища по любому заведе моя ляля папуля через 9 месяцев у нас с тобою будет внук да ты что серьезно таки пристроил пацана своего молодец криворукий заходите открыто здрасте здравствуйте муж на час вызывали да проходите пожалуйста это самое ну показывайте где ваш экран текущий будем чинить вы знаете а ничего чинить не надо я вас для другого вызывала не 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 гражданочка сразу нет у нас серьезная контора мы это принципиально в общем нельзя не вы как бы да но нет до свидания нет вы неправильно все поняли я вас совершенно для другого вызывала а да вы проходите и сейчас сами все поймете а хорошо куда папа мы там о вообще болтел ты эти полы мыл конечно же нет потому что у тебя руки из-за того места торчат женщина у вас все в порядке конечно я сейчас с мужем разговариваю а он где спрятался да и выскочит самый неподходящий момент да мужчина ну что вы нет вы есть мой муж я то да да смотрите мы два года живем раздельно в разводе вот ну и я вызвала мужа на час может вам лучше не мужа на час а психиатра минут на 15 ну помогите пожалуйста а я вам хорошо заплачу вот и ничего чинить не надо это все мне ну ладно давайте ага 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 начинаем давайте где ты шалялся скотина такая ты видел сколько время так ты почему так поздно пришел сразу это вопросы вообще не ко мне это к диспетчеру нам как заявка приходит мы сразу в работу ее мы ну при чем здесь вы и ваш диспетчер ну я же сейчас с мужем разговариваю с кем с мужем да 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 извините я не успел переключиться можно еще я на варекте отошлялся на работе ну что вы мой муж никогда не работал наоборот пахала только я поэтому вы скажите что вы бухали со своими друзьями алкашами я вообще то не пьюсь а вы выпейте пожалуйста я вообще а вы пейте одну секундочку ну давайте ой извините нет что вы очень хорошо продолжайте да а где ты шлялся говорю а не твое дело замечательно я шлялся со своими дружками алкашами понятно с кем конкретно ну а с кем конкретно он бухал да кому угодно переключайте просто с кем с кем с Ивановым Иваном Иванычем ясно с Петровым Петровичем понятно с Сидоровым Сидоровым Сидоровичем мужчина ну вы можете хоть немножко подключить фантазию а щас с Луценко Юрием Витальевичем а а а а а вы извините но мне кажется вот тут вы уже перегнули извините но у меня просто в первый раз вот это все я в первый раз? боже мой а это еще интересней давайте продолжим да давайте но ничего не замечаешь нет посмотри внимательней или ты своей башкой можешь только бухать полочка неровно прибита щас я ее починю да не мужчина какая полочка вы смотрите в корень вопроса где цветы зараза что ты смотришь на меня или ты забыл что сегодня восьмое марта ой дурья моя башка а я что думаю что так много денег это на цветы я понял мужчина нет 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 что вы никаких цветов никаких подарков никаких оправданий наоборот пожестче со мной пожестче ой извините но как то сложно это все давайте я вот полочку вам поправлю и пойду да не надо трогать эту полку тем более она мне об этом козле напоминает хорошо давайте я просто верну деньги и пойду мужчина ну поймите мне очень надо у меня уже два года не было скандала вот а хотите я вам еще доплачу да не надо если два года не было то доплачивать не надо я и так еще виски то большой ну что давайте что ли скандалить так что ты не помнишь да что сегодня праздник не помню конечно забыл забыл ты постоянно забываешь и про нашу годовщину ты забываешь да про день рождения мой а вот когда у меня день рождения давай вот когда у меня день рождения а кстати когда у вас да любое число называйте вы все равно не угадаете ну шестого июля правильно а как вы так угадали просто у меня шестого июля правда да и у меня то есть у вас в один день мы что в бараке что ли слушайте то получается мы по этому поводу не поскандалим что ли ну да получается что нет очень жаль ну хотите я начну я же все таки мужчина как я редко это слышу как вас зовут Виктория Виктория ну называйте меня курица или коза а как же можно женщину курица или коза не знаю мой бывший всегда меня так называл а еще присвистните эй курица или коза а мужчина ну нет нет это слишком мило да вы агрессивный эй куза э дичьдан чё звуть ли же у вас очень хорошо получается вот и у вас должно получится лучше хорошо вы представьте того кого вы не любите но есть же кого вы терпеть не можете ну там на работе Бухгалтерша наша, Клара Родионовна, зарплату мне все время задерживает. Вот, вот и представьте, что я, это она. Что ж вы, Клара Родионовна, задерживаете мне зарплату? Ах ты, гадина, давно хотел тебя удушить. Я работаю, работаю. Вы что? Извините, я... Не надо, а то я так могу и до кульминации дойти. А давайте ограничимся, курица или коза. Курица или коза? Кобель! Кобель? Ты где был? Небось у Ленки? Сосронь. Нет, нет. Да, 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 у нее я был. И что вы там делали, а? Да что... Говори! Ну полочку прибил и пошел к любимой домой. Мужчина, ну какая полочка? Так вы что, вы наоборот ее... Все, все, понял. Я ее... Обнимал я ее. Да? И целовал. Да? Что еще? Говори, говори, молчи. Я слушать тебя не хочу. Так, говорить или не говорить? Я с тобой не разговариваю. Мужчина? Мужчина? Вы что делаете? Я просто подумал, пока вы со мной не разговариваете, я полочку поправлю. Да, боже мой, бросьте вы эту полку! Вы что, не видите, что я уже на пике скандала? Ой, простите, я не понял. Давайте продолжать, я готов скандалить. Как мне все это надоело, эти твои измены! Эти твои пьянки! Секундочку! А вот бой, это как бы за мой счет, или... Нет, что вы, это входит в сцену. А, тогда пожалуйста. Эти твои пьянки! Эти твои пассаны! Секундочку! А можно и мне? Конечно, берите. Спасибо. Вот просто хотел уточнить, если я бью, то тоже не считается? Мужчины, считайте, что у вас all-inclusive. Я люблю all-inclusive. Вам обидно. Спасибо. Ну, ну... Дура! Импотент! Вообще-то, немного обидно. Жертвест? Даже не знаю, что более обидно. Хорошо. Бабник! Бабник, хорошо! Бабник! Ха-ха-ха! Истеричка! Ха-ха-ха! Это... Это была... Любимая мамина ваза. Ой, боже мой, простите меня, пожалуйста, я сейчас все заклею. Я сейчас... У меня суперклей, я сейчас... Да нет, что вы, мужчина! Вы наоборот! Вы были таким... Таким! Мне очень понравилось. Да? Давайте продолжать. Давайте продолжать. Давайте! Козел! А-а-а-а-а! Продолжайте! У вас очень хорошо получается! Давайте! Смелее! А-а-а! Рот закрой! Так, мужчина, что вы себе позволяете? Прикатись! И бензин казенной жжете! Ну, знаете, это уже перебор. Между прочим, у меня камера все записывала, и я вас закрою на 15 суток за оскорбление офицера. Ты рот закрой на 15 суток! Я тебя сейчас... Что? Потерял! Вы потерял! И я тебя западил! Иди отсюда! Да! Ха-ха-ха-ха! Давно хотел это сделать! Вы знаете, мне кажется, что про 15 суток он не жутил. Так он же проплаченный. Это не он. Так... Я тебя дождусь! Я пойду извинюся! Ну, что вы! Давайте продолжать! Где твой телефон? Скотина ты такая! Сейчас мы узнаем, кому ты там трезвонил! А-а-а! Начальник Жека! Кто такая это, начальник Жека? Это... Начальник Жека! Ясно! Шаламу так назвал, да? Женьку! Знаешь что? Мне все это уже надоело! В конце концов! Все! У меня вот тут все твои измены! Я ухожу к маме! Что ты делаешь? Черт! Нам только телефоны выдали! Ё-моё! Ё-моё! О! Работает! О! Алло! Алло! Тамаровна! Слышишь? Это... Можешь занести в черный список 86-ю квартиру поприлечной? Не-не-не, кран не течет! Тут крыша течет у хозяйки! Ага, давай! Простите, пожалуйста! Это я перегнула, да? С вот этим уходом? Честно говоря, да! Вей своего отца! Все вы одинаковые! Вся ваша семейка! Мне вот говорила мать, не выходи замуж за этого пердунова! Ну сейчас, что вы смеетесь? Извините! Что такое? То есть, я еще и пердунов? И поверьте, я тоже! Виктория Пердунова! Мне кажется, что пердуновы должны ссориться как-то по-другому! А как? Ну как-то... Слушайте, у меня родилась потрясающая идея! А давайте вы вызовите кого-то из ваших напарников, кто подыграет вашего отца! Вы знаете, когда его отец приходил, мы так скандалили! Ну вообще-то Петрович сейчас в машине... Зовите его! Сейчас, секундочку, если сработает... Петрович, а ну поднимись в 86-ю! Сейчас! А это тоже за деньги? Да, да, конечно! Пожалуйста! Отлично! Сейчас, секундочку! Давай! Ну? Что тут ремонтировать? Петрович, тут ремонтировать ничего не надо! Тут надо подыграть! На! Ты же говорил, на работе нельзя! Да, нельзя! Но в данном случае даже нужно! У гражданки два года не было этого скандала! Понял! Петрович! Что вы, что вы, что вы! Его отец именно так и приходил! Одну секундочку! Одну секундочку! Вот! А, понимаем! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Пейте! В себя! Петрович, если ты не хочешь, ты можешь отказаться от этой роли! От таких ролей не отказываются! Сначала он пил одеколон, потом он рычал, как медведь, а потом его тошнило прямо в коридоре! Давайте, тошните, пожалуйста! Сейчас организую! Э-э-э-э, Петрович! Давай не здесь, иди, доиграй на улице! Ну, до улицы не додержу, но подъезд я сейчас обыграю полностью! Петрович! Извините, пожалуйста, я не думаю... Что вы! Мне так понравилось! Спасибо вам огромное! Ой, у меня такого никогда не было! А хотите, хотите я вас борщом накормлю? Я борщ сделала специально для вас! Вообще-то после Петровича аппетита не особо! Борщ с пампушками и с чесноком! А, ну, вообще-то это мое любимое блюдо! Мама часто готовила! Присаживайтесь! И спасибо вам большое! Вы мне, ну, так помогли! Пожалуйста! И вам тоже спасибо! Куда? Не мытыми руками, зараза! Кости еще не пришли, а он все в рот тянет! Так, все! Хватит! Хватит! Этих скандалов! Этих... Придурочных... Психов! Вот! Ваши деньги! Найди себе мужа не на час, а на всю жизнь! И нормального! С башкой! А ты... Блин! Не, пожалуйста, не уходи! Не уходи! Я прошу тебя! Не ух... Уходите! Уходите! Не уходи! Я прошу тебя, не надо! Я все прощу! Что, простишь? Я ничего не сделал! Короче, отстань от меня! Пашка! Я Витя! Алло! Алло, мамочка! Мамочка, он снова приходил и снова скандалил! Он меня оскорблял! Говорил, что я вся в тебя! Я не знаю, что делать! О! Явился! Не забылился! Давай, прощения просить будешь? Пожалуйста! Вообще-то, я за чемоданом! Ну и забирай все свое шватье и проваливай в свой дурацкий Вальнянск! Вальнянск? Как ты могла выйти замуж за Пердунова из Вальнянска? Солван! И пойду! Алкоголик! Ага! Бабник! Ага! Полочку нормально прибить не можешь! Что ты сказала? Криворукий! Вот! Я? Иди сюда! Боже мой! У меня еще никогда не было такого скандала! Это у тебя не скандала не было! Это мужика у тебя нормального не было! Иди сюда! Сюда иди! Ну-ка за мной! Аааа! Я уже смотрю передачу, где 22 дебила добиваются моего инфаркта! Ну или меняю женщинку! Вот ты бы согласился там сниматься? А это что такое? Ну это когда к тебе домой приезжает другая женщина! Красивая? Как повезет! А можно всех посмотреть? Слушай, да слушай до конца! К тебе приезжает другая женщина, а я уезжаю к другому мужчине! Ну, первая часть мне нравится, вторая вообще никуда не ходится! Тем более, зачем тебе куда-то уезжать? Может на диванчике лечь, ты нам мешать не будешь! Егор, ты что забыл, какой сегодня день? Какой день? Пятница? Ну, а пятница у нас что? Финал наша играет! Нет, пятницу наш день! Я жду своего чемпиона в спальне! А, давай ты начинай, я скоро подтянусь! Ну давай, давай, ну! Вот и я хочу вот так вот покричать! Давай, давай, давай! Так сиди, смотри, вот сейчас все перед тобой! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на! Да! Футбол, футбол, на! Я с тобой 15 лет живу! Хорошо! Хорошо! Ну давай, ну! Ну он же по центру открытый! Алло, Леночка! Слушай, а как действует твой... Возбудитель? Я говорю... Возбудитель! Егор, я тебе изменила с тремя мужчинами! Хорошо прошел вот сейчас! Я говорю, как действует твой возбудитель! Три капли? И все? Ага, поняла, спасибо! Да пей, ну! На вес, ну! Вот гады, гады же! Эээ, пивка? Ага! Ага! Ну, как у нас дела? Ну, нормально! Сейчас второй тайм начнется! Будет вообще хорошо! Ой, Егорушка! А-а-а-а! А скажи, а-а-а... А о чем ты думаешь? Что чувствуешь? Ну, что я чувствую? Чувствую, что... Наших вдуют сегодня! А чего тебе хочется? Чего хочется? Понятно, чего хочется! А-а-а... Чтобы наши всех вдули сегодня! Ну, ты мне этого хочется, понимаешь? И мне этого хочется! Так, садись, смотри, сейчас второй тайм будет! Игорь, хорошо! И вот опасный момент! Динамо переходит в кон... А-а-а... И сейчас Динамо готовится пробивать штрафной... Давай! Давай, да, пусть далеко! Ё-моё! Так, всё, Егор, мне это надоело, я ложусь спать! Ага, ага, давай, давай, я скоро! Судья даёт финальный свисток! Сегодня боевая ничья! Блин, ничья! Ну, ладно, ничья так ничья! Всё, можно и баеньки! Ой! И баеньки! И баеньки! Э-э-э-э, братан, ты чего? Ты чё, братан? Ну, по утрам, ладно, сейчас-то чего? Блин, так, а чё ж в этих случаях делают? Так, гугл, проститутки... А, блин, у меня жена есть! Микос! Виктор сми, ага, я не сп 했! Что, спишь? Угу! Ну, вот что, просыпайся? Зачем? Я согласен? На что? Вот что, ты предлагала на всё и согласен? Ой, слушай, ложись спать! Да я-то не против, но тут еще один парень. Ну, ложитесь оба. Викуля, Викуля. На, я спать хочу, встань от меня. Виктос, сегодня же пятница, наш день. Ну, Егор, уже суббота. Да какая разница, Виктос. Это кто еще? Блин. Здрасте. Я у вас соль брала, вот принесла вернуть. Вы что, Клавдия Тихоновна, час ночи. Ну, сегодня же пятница, ваш день. Вы обычно не спите, и весь дом с вами не спит. Обычно, да. Спасибо, спокойной ночи. Ага, ну ладно. Клавдия Тихоновна. А? Нет, 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 ничего. Спокойной ночи. Ага. Идите от греха подальше. Виктос, Викулечка. Уик-уик. Уик-уик-уик-уик. Это твой поросенок. Просыпайся, давай поиграем. Спи, свинья. Не-не-не-не-не. Виктос. Я готов сниматься в этой программе. Ну хорошо, завтра позвоню. Завтра не надо. Давай сегодня звони. Готов хоть кривую, хоть лысую. Ой, спи давай. Вика, просыпайся, пожар. Где? Где? Ой, прикольно. Вика! Да кто же это еще, а? Привет, я Ассоль. Хочешь меня? Соль, соль, говорю. Забыли. Спасибо, Клавдия Тихоновна. Ага. Соль. Клавдия Тихоновна. А? Еще раз спасибо. Конечно. Спокойной ночи. Спокойной. Виктос. Давай так. Значит, сейчас ты просыпаешься. А завтра мы идем в магазин и покупаем тебе новый... Ну-ну-ну. ...купальник. Хорошо, кольцо. Давай завтра. Не-не-не-не-не-не, сегодня. А завтра шуба. А еще что? Машина. А-а-а, я согласна, я согласна. Наконец-то, господи. А какую машину? Стиральную. Эй, Егорушка, ты что? Все. Пятница окончена. Суббота началась. Эй, Егор, подожди, иди в вопрос. Мы же с вами надо было. Мы же с вами надо было. А чего ты ревешь, ты мне объясня? Слезами Горю не поможешь. Выпить есть что? Ну почему ты решила, что он тебе изменил? Может быть, ты сама себе что-то надумала? Я у него в бардачке женские духи нашла. Ой, ну может, он тебе их купил. Полпузырька? А может, надпил. Моим первым мы как познакомились, так он сразу и тяпнул. А еще на рубашке помада. Ой, ну может быть, кто-нибудь в метро прислонился. И на штанах. Ну, в метро люди иногда падают. И на трусах. Ну, чисто теоретически, в метро было жарко и карлики. Девочки, я у него в кармане лифчик нашла. Ну и шо? Мой второй тоже мои вещи примерял, пока я не застукала его. Это не мой. Ну, все, я бы на твоем месте с ним развелась. Ой, ты сначала замуж выйди на ее месте. Ой, ну как развестись, девочки? Я только недавно тату с его именем набила. Володя. Ой, ну сколько этих Володей есть? И отчество. Да, это, конечно, сужает круг поиска. И фамилию, и дату рождения. Ты должна ему отомстить. Я своему нынешнему шесть раз в отместку изменял. Он что, шесть раз тебе изменял? Нет, шесть один, пока в мою пользу. Девки, у меня тут есть один сайтик, вот я нашла. Как насчет отомстить вот с этим. А есть фотография лица? Вот зачем ей лицо? Ей шо, с лицом мстить, что ли, в конце концов? Девки, вы как хотите, я звоню, все, я звоню. Ой, девочки, мне иногда хочется всех мужиков отправить на необитаемый остров, чтобы ценить нас начали. А мне иногда хочется всех мужиков... А иногда не всех. Это кто? Это месть твоя, а заодно и наш подарок. Что? Добрый вечерочек, мадемуазели. Служба доставки удовольствия в любое место. Самца заказывали? Заказывали. Витусик, ты когда отомстишь, мужичонку-то не выбрасывай. Я с ним бы свой счет увеличила. Женщина, женщина, спокойно, это ошибка. Я всего лишь менеджер. Самец сейчас припаркуется и поднимется. Ой, ну и двор у вас. Негде велик припарковать. Ну, кто меня заказывал? Я. Можно я тогда в шлеме останусь? А мстить будет она. А принимать работу буду я. Я тогда и наколенники надену, можно? Ну, как говорится, принимайте жеребца любви. Простите, а это точно жеребец? Просто он больше на пони похож. Жеребец, жеребец. Девочки, я не понимаю, это моя месть мужа или ваша мне? В общем, давайте, дамочки, нескучной вам ночи. Через час вернусь. Ну, вы тут, я так думаю, располагайтесь, переодевайтесь, а нам с Яночкой пора. Да, девочки, не надо, пожалуйста, не надо, я не могу. Вика, держись. Он профессионал. Еще и тапочки взял. Перед тем, как мы начнем, у меня к вам будет несколько вопросов. Вы кричать планируете? Я вообще думала, это от вас зависит. А обычно кричат? Ну, если у меня не получается, то очень. Скажите, а вы спину царапать будете? Я не знаю, а что. Я на всякий случай перекись взял. Так, вы к финишу любите приходить первый или второй? Да с вами хотя бы просто прийти. А как я пойму, что вы уже это все? Я не знаю, я по матрасу постучу. Хорошо. А то, что я уже все, вы сразу поймете. Как? Понятно. Ну, раз у нас все есть, то... Ой, 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 вы знаете, я, кажется, средство защиты забыл, а без этого по инструкции нельзя. Да, ну нельзя так нельзя, до свидания. Извините, пожалуйста, и... Что бы вы без меня делали? Смотри. Вот это лишнее. Вот это. Ну, раз у нас все есть, то предлагаю начать. Как говорится, раньше начнем раньше. Что случилось? Что такое? Ну, вы какой-то... Не такой. Никакой. А вы глаза закройте. Знаете, многим женщинам помогает. Смотрите, вы не против, если я вас обниму? Делайте, что хотите. А-а-а-а. Что, уже все? Нет, 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 у меня просто тут операция была недавно. Шрам болит. Давайте местами с вами обменяемся. Давайте с чего-то начнем. Ну, например, вы мне историю смешную расскажете, а? А, да, да, да. Историю смешную. Я на выборах за Лешка голосовал. Может, лучше анекдот? История смешнее. Да, комплимент вы какой-то можете мне сказать? Да, 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 да. Да, комплимент. Нет, у вас нос такой нормальный. И уши никак у слона. Я прям завожусь. Да, правда? Нет, не правда. А давайте я вам массаж сделаю эротический. Давайте хотя бы так. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Это эротический? Извините. Рельсы, рельсы, шпалы. Давайте без слов лучше, да? Давайте. Ой, у вас такие мышцы жесткие. Ай, я, кажется, палец вывихнул. Идите домой, а? Нет, подождите, подождите. Дайте мне последний шанс. Вот у меня реквизит есть. Вы знаете, женщинам нравится. Правильно. Правильно. Лучше без палочки, да? Та-ра-ра-та-та-там. Та-ра-ра-та-та-там. Зажала перекись, перекись. Суть по крикам вы уже закончили. Поздравляем! Марина, между нами ничего не было и быть ничего не может. Девочки, ну не могу я так. Не мое это. Да да, это мое. Значит так, бери рельсы, шпалы, перекись и пошли прижигать у плечи. Победите!